Великий пост На самом деле, в Великий пост есть норма человеческого бытия на Земле. Это норма. Если мы посмотрим, сколько мы сегодня едим, пьем, сколько имеем одежд, мы с вами понимаем, что нашему организму столько всего не нужно. Мы незаметно вошли в этот 20-21 век. Незаметно вошли. И когда у нас сегодня появилось телевидение, когда появился интернет особенно, когда появилась электроника, люди, которые сегодня работают сами на телевидении, говорят, все, человечеству конец. Мне очень много приходится беседовать с людьми, профессионалами в этой области. И они говорят, все, человечество, конец. Потому что через электронику с людьми можно сделать что угодно. Поэтому мы сегодня уже не даем отчета в нашем поведении. Мы уже сегодня не понимаем, что мы едим. Зачем мы это едим? Зачем мы столько едим? Зачем мы столько пьем? Может быть, в прошлом году впервые в своей жизни я вдруг почувствовал просто падение вниз, когда был в очередной раз, ездил в Севастополь, пошел на море искупаться и увидел, что женщины все пьют пиво, все пьют пиво, упиваются пиво. И что меня поражает за границей, вот я вчера только вернулся опять из-за границы, из Сербии. Я однажды наблюдал, в одном месте присутствовал около семи часов, семь часов наблюдал за одной женщиной, без перерыва курила, без перерыва, семь часов. Женщины повально курят. И вот пришлось мне выступать в университете, в государственном университете в Сербии, на филологическом факультете. Все, там больше ста человек было, преподаватели, студенты, они сказали, мы в жизни ничего не слышали таком. Но я бы остался лучше в Сербии жить. Такие мирные люди, люди совершенно другого качества души. И как только вошел в самолет, сразу увидел русскую женщину, которая начала драться с мужчиной. Потому что он поставил портфель близко к ее шубе. Он вынужден был вызвать стюардессу и сказал, куда мне положить свои вещи. Она их выкинула просто. И она в таком агрессивном состоянии. И вдруг он увидел мои добрые глаза, и он понял, что я хоть его поддерживаю и понимаю. Четыре часа полета, он все время на меня смотрел. И он оказался в таком беспомощном состоянии. Она бы его рвала просто. Выкинула его портфель там, где лежат вещи, понимаете. Ну а когда приехали, уже долетели здесь еще, это Россия. Мы сегодня не понимаем себя, мы не видим себя со стороны. Мы не видим со стороны. И вот сегодняшнее евангельское чтение, короткое евангельское чтение, нас вводит сразу в самые сути вообще вещей. В сущность нашей жизни, в предмет нашей жизни. Сегодня многие люди приходят и говорят, я осудила человека. Сегодня многие люди говорят, что я плохо вела себя с таким-то человеком. Жена с мужем, муж с женой, дети с родителями, подчиненные с руководителями. Мы говорим, мы обидели человека. Мы говорим, мы осудили человека. Мы говорим, мы не послушали начальника. Дети говорят, мы не послушали родителей. Да ерунда все. Мы Бога не признаем и не принимаем. Бога. Мы не слушаем Бога. Мы не слышим Бога. Мы не желаем жить по воле Бога. Кто из вас мне определит сейчас, даст доказательную базу? Кто из вас даст доказательную базу? Зачем человек курит? Зачем? Дайте мне доказательную базу. Я понимаю, что когда человек устал, он выпьет, он немножко отдыхает. Зачем человек курит, скажите? К нам, священникам, приходит огромное количество людей. Я, как епископ, каждый день исповеду людей. Каждый день. Вот каждый раз на службе, когда я служу, 40-50 человек исповедую сразу. А так приходится везде. Везде, где мне приходится. Лечу в самолетах, в поездах еду. Везде исповеду людей. В колониях, в тюрьмах. Везде. И на сегодняшний день мы совершаем поступки. Это указывает на то, что у нас очень плохо с... Даже не с совестью. У нас плохо с рассудком. Я не завидую ни одному правителю, который есть в России. Никому не завидую. Потому что сегодня, после советского времени, когда людей держали крепко, так, знаете, вот везде, через пионеров, комсомолов, профсоюз, там, партию, когда сегодня отпустили людей, люди как будто на свободных хлебах. Невозможно просто. И самое еще печальное, трагичное, нас не развили в школе, нас не развили. Мы не развитые. Совершенно примитивные люди. Зачем мы пришли в храм и церкви, чтобы разрешить свои проблемы? Мы пришли разрешить проблемы свои, болезни. У кого-то нет мужа, у кого-то нет жены, у кого-то дети непослушные, а может быть, на скамье подсудимы, а может быть, блудницы. Мы должны с вами и сейчас понять, вот сейчас для каждого из нас точка великой отчета. Начало Великого Поста. Мы сейчас можем все с вами сфотографироваться, но я обращаюсь к вам и прошу вас, даже умоляю, сейчас себя сфотографируйте внутри, что есть. Запомните свое сегодняшнее состояние, вчерашнее, позавчерашнее. И в конце Поста посмотрите на свое состояние. У вас совершенно будет другое состояние. У вас другие будут чувства совершенно, другая воля будет. У всех, кто пройдет Великий Пост, будет одно только желание у всех продожить Пост. Пост – это нормальное состояние человека. Все преподобные отцы наши были, в этом состоянии жили постоянно всегда. По 40 дней, по 30, по 20, не вкушали пищи, как норма жизни. Я даже застал людей, когда еще служил в Иваново, которым было по 90 лет, по 95 лет, которые до причастия не вкушали по 5-7 дней. Вообще еды никогда не вкушали. Я счастливейший человек, потому что мне приходится успевать сравнивать с людьми. Вот мы здесь живем, например, хорошо, какие люди в городце живут? А какие в Ветлуги живут? А какие в Искресенске? Разные люди. Даже разные, Паша, районы Нижнего Новгорода – разные люди. Автозавод – одни люди, а наверху другие. А уж когда мы говорим о странах, говорим о народах других, за границей, там вообще другие люди. Когда мы говорим «Италия», вы ошибаетесь. Когда мы едем по Италии, по Франции, вот проехали маленький городок, здесь одна жизнь. Даже свой язык, своя культура, свои отношения, свои традиции. Сегодня нам Господь открывает маленькую тайну. И начинается с этого Евангелия. «Если вы не простите кого-то, Бог вас не простит, нас не простит». Сразу начинается. «Скажите, мы все можем простить тех, кто нас огорчил, обидел?» Да нет, конечно. Это так тяжело иногда. Сразу нам дается маленький тест. Можем ли мы сегодня всех простить? Многие приходят на исповедь и говорят, «Не могу простить, не могу, обида глубокая, не могу». Как простить? Поэтому на сегодняшний день начинается с этого Господь. Говорит, простите всех, простите. Какое нам нужно иметь основание, чтобы всех простить? Основание нужно только иметь одно. Какой смысл обижаться на больных людей? Вы скажете, откуда вы знаете, он болен или не болен? Он здоровый, ест с утра до вечера. Больные люди. Мы все больны грехом. А грех есть нарушение воли Бога. Мы больны этим. Если человек знает Бога и живет по его закону, он никогда не возьмет чужого. Муж не изменит своей жене, жена не изменит мужу. Женщина не убьет ребенка. Никогда. Даже не осудит. Даже плохо не подумает о другом. Если мы будем с вами общаться с Богом постоянно, будем общаться с Богом, в нас будет энергия Бога. Энергия Духа Святаго. Когда у нас будет не энергия колбасы, мяса, не энергия химии, химического образования, или фундаментальной физики, не когда у нас будет образование гуманитарное, а когда у нас будет благодать Святаго Духа, мы никогда никого не осудим. Мы всех простим. Мы каждому человеку будем бежать на перегонки, как говорит апостол Павел, как на соревновании. Кто вперед помочь человеку? Маленький вам тест. Мы сейчас все выходим из храма, каждый идет к своему дому, и представьте себе, лежит человек на земле. Вы все подойдете к нему, поможете ему встать? Нет. Вы скажете, зачем я к пьяному буду подходить? Вы уверены, что это пьяный лежит? А может быть, плохо с сердцем стало? Что с нами произошло, непонятно. Что с нами сделали? Я сегодня до двух часов ночи смотрел альбом, огромный альбом жизни царской семьи. Вы знаете, для меня самая печальная и трагичная тема моей жизни. Я уже заметил, я ничего с собой не могу поделать, когда я вижу этого мальчика, Алексея, сына. Вот сейчас даже сказал слово, я уже не могу видеть его, несчастного ребенка, понимаете, из-за которого многое сломалось в жизни матери и, конечно, отца. И вот сейчас, когда я был за границей, мне пришлось говорить о нашей революции. В разных аудиториях совершенно. И я им сказал, говорю, вы знаете, я всю свою жизнь сознательную я размышлял, ну почему наш император Николай, находясь во главе Российской империи, империя была, это же империя была, какая империя? Имея войска, имея казачество, имея службу государственной безопасности, но почему они не смогли удержать эту государственную власть от какой-то мелочи? Там несколько тысяч этих пришло, революционеров там, понимаете? Я сказал, я всю жизнь об этом размышлял. Я не понимал, почему такое, теперь я могу сказать почему. Жестокость, наглость, цинизм революционеров был такой силы, что никто им противостоять даже не мог. Этот кроткий царь, эта кроткая супруга, эти дети, ангелы, эти люди, которые тогда жили, они такого зла представить не могли. За тысячу лет, семьсот лет Россия воевала. Она воевала со многими народами, с отборными элитными частями Европы, но никогда такой жестокости на войне даже не было, когда пришла эта мразь, разрушенная, И вот на сегодняшний день как нам это преодолеть? Только через церковь. Только через церковь. Поэтому слова Христа без меня творить ничего не можете, они просто должны быть постоянными. Вы сорвались где-то, сразу вспомните, Господи, действительно без Тебя я не могу ничего творить. Кому-то отомстили, кто нас обидел, Господи, действительно я не могу без Тебя ничего. Христос, отправляясь на смертную казнь, а Он, как Бог, мог ее избежать, Он нам показал, мы лютые звери, лютейшие. Я задаю вам еще один вопрос. За что распяли Христа? За что? За что? Посмотрите на Матери Божью, которая стоит у креста в каждом храме. Она стоит, руки держит и говорит, за что вы, люди, это сделали? И вдруг сегодня Господь нам говорит, всех надо простить, и тогда Бог вас простит. И дальше Он говорит о радости поста. Пост – это не для желудка, пост для глаз, для ушей, для языка. И в период поста мы не зачинаем детей. Нежелательно зачинать детей. Можно одну пищу поменять на другую. Одна бабулька подошла к священнику и говорит ему, батюшка, я уже мясо не ем и рыбу даже не ем. А он говорит, матушка, можно и хлебом обожраться. Мы меняем одну пищу на другую. А здесь речь идет именно о посте для глаз. Давайте 40 эти 8 дней не будем смотреть, что нам показывают каждый день. Убийства, грабежи, насилие. Давайте с вами на эти 48 дней перестанем заходить в интернет. люди, которые занимаются постоянно интернетом, они говорят, уже нельзя войти в интернет, чтобы не пройти всякую грязь, какую можно пройти. А это дети даже проходят. Я вам открою маленькую тайну. Я даже не знаю, как компьютер включается. Сотни людей хотели мне угодить и меня научить, как пользоваться компьютером. но у меня внутри какой-то стоит механизм, он не позволяет, я ничего не понимаю. Я так радуюсь этому. И, конечно, помните об одной тайне. Грех начинается у нас в сердце. Но он еще сегодня находится еще в другом месте и начинается в другом месте. Вы заметили, мы живем в потоке мыслей, потоке мыслей. От них некуда деться. Потому что мы живем просто купаемся и плаваем в информации. Ее столько информации. У меня создается впечатление, когда я иду с одной конференции на другую, с одного круглого стола на другой, что сегодня мы живем в виртуальном мире. Мы же нереальные люди сегодня. Мы так много начитаны, мы так много знаем всего, а уметь ничего не умеем. Сегодня вам люди расскажут, как нужно правильно питаться, как нужно, в чем, что опасность, а сами живут по-другому. Мы утратили реальную жизнь и перешли в жизнь виртуальную. Это ужасно. Еще раз я умоляю вас, а как я вам это говорю, я сам в этом буду участвовать. На 48 дней отключитесь от телевизора. Отключите от всего. Я вам открою маленькую тайну. Если вы не посмотрите телевизор, ничего не произойдет. Ничего. И вы ничего не потеряете. Вы даже много приобретете. Во-первых, времени много приобретете. Поэтому это очень важно. Второй момент питания. Попробуйте в течение поста покушать ту пищу, которая нужна нашим клеткам. Нужно есть то, что нужно нашим клеткам. В первую очередь, это должна быть чистая вода. Второй момент. Много квашеной капусты. Квашеная капуста все имеет. Все, что нужно только человеку. Я не знал еще одного продукта. Сейчас я вам скажу продукт блестящий просто. Это тыква, если есть. Объедайтесь тыквой. Ну, так и хочется сказать, особенно мужчинам. Вот. Продукт из продуктов. На самом деле, можно тоже сказать о кабачках, о моркови и обо всем остальном. Поживите вот этой естественной жизнью. Смотрите, мы не будем смотреть телевизор, мы не будем раздражаться, гневаться. мы будем меньше ходить в магазины с вами. Если бросим хотя бы на 48 дней курить, вообще будет красота. я говорю об этом так часто, потому что пришла одна женщина и говорит «Владыка, найдите мне жениха, я хочу родить детей, а то умру и детей не будет». Я говорю «Ну, Лариса, ты в Москве живешь, ты же там найдешь себе какого-нибудь жениха и мужа». «Нет, вы мне найдите». «Лариса, ты куришь ну три пачки в день». Я это повторяю постоянно, но каждый раз, когда я говорю «60 сигарет» это немыслимо. Немыслимо. Это посчитайте 18 часов в сутки или даже меньше 16-17 представляете каждую минуту надо курить человеку. Она на самом деле, я так помолился, что она вступила в брак. И она родила ребенка. Она два месяца не курила, два месяца не пила по три фугаски пива, как каждый день она пьет. Два месяца она не употребляла спиртных напитков, а потом что родился прекрасный мальчик. Но что с этим будет мальчиком, когда он вырастет? Вот где трагедия России. А не в том, что у нас нет машин или третьего, четвертого этажа нет в нашем доме. Поэтому сегодня я умоляю вас, обратите на это внимание. сердце первое, что участвует в нашей жизни, сердце. Мысль из сердца пошло. Если вы осудили сразу удар по сердцу, если вы позавидовали удар по сердцу, если муж изменил жене, удар по сердцу, если вы взяли чужой удар по сердцу, сердце первое, центр, сердце находится по центру человека. Сердце связано с нервной системой, с органами чувств, и здесь все совершается. А с чем же еще связано сердце? Сердце связано с кровью, и когда сердце приходит негодное состояние от этих плохих наших мыслей, плохих поступков, плохих слов, тогда сердце передает импульс на кровь. Посмотрите все истории медицины любого народа, начиная от Вавилона, Шумер, Египта, Древней Греции, все врачи вам скажут во все века кровь, состояние крови, от этого все зависит. какое состояние печени, селезенки, легких и прочих. Поэтому, когда человек приходит в церковь Бога живага, не просто в религию какую-то, не просто в какое-то верование, а когда приходит в церковь Божию, как школу и больницу Бога, проходит какое-то короткое время, и человек преображается, точно преображается. Многие люди через два-три года даже уже забывают о том, какими они были до прихода в церковь. Что они начинают делать? Они начинают осуждать тех, кто приходит негодный в церковь. Ага, вот пришел он, вчера только из тюрьмы вышел, а сегодня уже сюда пришел. А ему то что здесь делать? Вы знаете, нас часто обсуждают и говорят, посмотрите, что у вас в церкви делается, посмотрите, какие у вас люди в церкви. Я говорю, а какие вы хотели бы их видеть? К нам приходят преступники, блудники, разбойники, воры, казнокрады, матершинники. А я, в отличие от многих из вас, даже был в колониях, где женщины за убийство сидят, в том числе за убийство своих матерей и отцов. Вот кто к нам приходит в церковь. Кому препятствует Бог прийти в храм? Кому? Никому. И поэтому, когда мы приходим сюда, в церковь, в храм приходим, в Божий, в дом молитвы, мы можем увидеть кого угодно. Мы можем увидеть руководителя, мы можем увидеть преступника, мы можем увидеть учителя, врача можем увидеть. мы можем увидеть врача, которая сделала сотни, а может быть и тысячи абортов. И она приходит и говорит, Господи, прости меня. Потому что эти дети приходят к ней во сне и говорят, что ты с нами сделала, зачем ты нас убила. Я даже встречал одну женщину, которой назначили брак, регистрацию брака в страстную седмицу. Страстная седмица. на субботу ей назначили пойти расписаться. Я говорю, и как? Она говорит, моя мама в ногах у меня валялась и просила и умоляла, доченька, я умоляю тебя, не ходи в этот день. Но мы, говорит, были молодые, мы ничего не понимали. И нам назначили на этот день. И тогда я задаю вопрос, который у вас у всех есть. И как твой брак? Она ответила, собачья свадьба. Вот это все мы. Это наши родители, которые прожили советское время. Которым запретили даже думать о Боге. Думать даже о Боге запретили. Поэтому сегодня, когда мы с вами именно стоим вот в этом дне, живем в этом дне, когда мы сегодня вечером опять соберемся и будем просить друг у друга прощения, чтобы больше никого не осуждать. и вступим в первую седмицу Великого Поста, когда великий Андрей Критский нам с вами такое откроет, такое покажет нашим сердцам и нашим душам, и нашему уму. Такое этого человек не может написать. Каких мы только стихов с вами и баллад не читали в своей жизни, но такое. Это называется откровение Бога, которое совершается через человека. Какого человека? Святого. Святого. Каждый раз, когда я служу здесь, в этом соборе, я всегда так счастлив и рад, потому что я каждый знаю раз на службе самое большое количество людей приезжих к нам. Смотрите, люди в этот храм едут из Москвы, из Питера, раньше вот еще из Лондона одна девочка ездила, сейчас она опять здесь живет, в Граце, из Нижнего, из Дзержинска, откуда только люди едут. Сегодня люди желают научиться, как правильно жить в этом мире. И вот как эти студенты на этом филологическом факультете в университете сказали потом, что никогда с нами в жизни никто об этом не говорил, этого никто не рассказывал, и преподаватели сказали. Сегодня действительно с людьми об этом мало кто говорит, совсем мало. Поэтому я вместе с вами радуюсь сегодня. Сегодня у нас в монастыре здесь будет тоже праздник, и я как и вы тоже приглашен на него, тоже пойду посмотреть, может быть что-то из блинной продукции нам что-то дадут. Но хочу вам еще раз напомнить, сегодня даже солнце радуется. Такое солнце светило сегодня к нам у нас в алтаре, я думаю даже солнце радуется вот этому началу удивительного времени нашей жизни, это весна нашей жизни. Вы знаете, я такой же, как и вы, приезжий человек. Только вы приехали сюда из ближайших городов, кто-то приехал сюда, даже пришел из Градца. Я приехал из Москвы, но я ни за что не хотел бы оставлять это место. Видите, даже солнце радуется, что я сказал. Потому что удивительный мир, я желаю, чтобы вы оставили асфальт, оставили железобетонные те конструкции, где мы живем. Когда я приезжаю свою родную Москву и вижу эти сорока этажные дома, я думаю, а если бы я жил в центре этих домов железобетонных, уж точно онкология была бы как минимум. Какое место север Нижегородской области, чудесно. И Москва недалеко, и Париж не так уж далеко. гостей я вместе с вами радуюсь и думаю, как хорошо, наконец-то, Господь, наступила эта долгожданная весна нашей жизни Великий Пост. Великий Пост нам очень многое откроется. Нам откроется тайное отношение Бога и Человека, Бога и Народов, Бога и Человечества. Такие чтения евангельские будут, такие предупреждения Бога о нашей жизни и о качестве этой жизни. Я желал бы, чтобы вы не пропустили ни одного воскресного дня. Но, как я уже вам сказал, особенно первую седьмицу, когда будет читаться несколько дней подряд канон Андрей Критцов. Ну, а в субботу, конечно, нужно сильно всем причаститься. Уж в субботу, конечно, нужно всем приехать снова и причаститься. Когда я восемь лет назад приехал сюда, я здесь служил один, я бывал на исповеди, исповедовал по пятьсот человек, по пятьсот человек один. Но никогда никто не ушел, никто не огорчился. Потому что огромному количеству людей, особенно думающих, размышляющих, ищущих смысл, нравится приезжать в этот храм. Поэтому я желаю вам всего наилучшего. Кто-то останется у нас сегодня здесь до вечера, и вечером мы снова встретимся. Ну а кто не дождется до вечера, встретимся на ярмарке. Спасибо с Господом. всем. Спасибо. Продолжение следует...